Самым известным и коммерчески успешным синглом Майкла Джексона, популярность которого в свое время выходила просто за пределы всех мыслимых границ, по праву считается знаменитая «Билли Джин». Именно после выпуска этой композиции Джексон и начал превращаться в поп-икону. На страницах журнала Rolling Stone один из самых крутых музыкальных продюсеров Америки Антонио Рейд как-то заявил, что «Билли Джин» можно было бы разделить на 12 отдельных песен, и все они стали бы хитами. Но кто же такая «Билли Джин», о которой поется в знаменитой песне Майкла Джексона? В 1996 году на встрече с поклонниками в Таиланде Джексон заявил буквально следующее. Девушка по имени Билли Джин представляет множество самых разных девушек. В 60-е их называли группе. Они околачивались возле дверей, ведущих за сцену, и были готовы на секс с любой командой, которая проезжала в город. Однако большинство исследователей творчества Джексона убеждены в том, что Билли Джин из легендарной песни – это реальная женщина, которая попортила певцу немало крови в начале 80-х, утверждая, что он является отцом одного из ее близнецов. Подобные претензии были для Майкла привычным делом, но в тот раз ситуация оказалась особо сложной. Женщина писала ему одно письмо за другим, а затем прислала посылку с настоящим пистолетом и предложением Майклу застрелиться. При этом она пообещала сделать то же самое, чтобы они могли быть вместе на небесах. Как потом оказалось, эта Билли Джин была невменяемой и жизнь свою закончила в психбольнице. А Джексона неожиданно захватила идея положить историю на музыку. Он написал для композиции стихи, мелодию, и так оказался увлечен работой над будущим китом, что чуть было не погиб. Вот что он рассказал в интервью журналу Q. Эта песня полностью меня поглотила. Однажды, во время перерыва в сессии записи, я ехал по Венчура Фривэй с Нельсоном Хейтсом, который тогда работал со мной. У меня в голове крутилась Билли Джин, и я мог думать только о ней, об этой песне. Мы съезжали с Хайвэя, и тут к нам подъехал парень на мотоцикле и сказал, «Ваша машина горит!» Мы заметили дым, свернули на обочину и поняли, что вся нижняя часть Роллс-Ройса в огне. Если бы машина взорвалась, мы могли бы погибнуть. Но я был настолько поглощен звучавшей у меня в голове мелодией, что лишь некоторое время спустя задумался о возможных ужасных последствиях. Сейчас это кажется невероятным, но столь матерый продюсер, как Куинси Джонс, не распознал потенциал песни. Вступление казалось ему, цитирую, «таким длинным, что можно было успеть побриться». Ему была не по душе даже партия бас-гитары, которую Джексон, кстати, сочинял в течение трех недель. Однако Майкл убедил Джонса записать «Билли Джин», ничего в ней не меняя. Даже название, которое продюсер предлагал поменять на «Not my lover». Сингл «Билли Джин» из альбома «Thriller» был выпущен 2 января 1983 года. Он возглавил чарты многих стран, стал одним из самых продаваемых в мире и получил статус платинового. Композиция была удостоена двух Грэмми и нескольких других престижных наград. «Роллинг Стоун» влечил «Билли Джин» в список 500 величайших песен всех времен и народов. Ну а видеоклипу на эту песню обязаны своим появлением на MTV сотни темнокожих артистов. Дело в том, что в начале 80-х у руководства тогда еще молодого телеканала не желала брать клипы черных исполнителей. И тогда за дело взялся президент лейба CBS с русской фамилией Етников. Он пригрозил убрать с MTV всю их продукцию и рассказать общественности о расовой дискриминации, царяющей на канале. После этого «Билли Джин» попала в очень активную ротацию, что способствовало не только ее дальнейшей популярности, но и появлению на MTV других афроамериканцев. Кстати, исполняя именно «Билли Джин», Джексон впервые показал на сцене свою знаменитую «Лунную походочку». Вот такая у нас сегодня музыкальная история. Но прислушайтесь к словам этого хита. Сначала Джексон утверждает, «Билли Джин не моя любовница, она просто девчонка, которая утверждает, что я тот единственный, но ребенок не мой сын». А заканчивает он песню совершенно неожиданно. Она пришла и стала прямо рядом со мной. Просто запах сладких духов. Это произошло слишком быстро. Она позвала меня в свою комнату. Вот и думай, кто такая Билли Джин из знаменитой песни.